Итак, Роман, предоставляю слово вам. Чуть погромче сделайте, пожалуйста. Хорошо, вот прямо видно, как я делаю громко. Спасибо большое. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь специалистом по продукции и технической поддержке японской компании «Форонтир Лаборатрис». Сегодня я постараюсь достаточно быстро доложиться. Мой доклад займет порядка 35-40 минут вместе с вопросами. И докладываться я буду о нашем решении для органической геохимии. Сначала небольшая предыстория, как появилось вообще это решение. Я, начиная с 2000-х годов, имел опыт эксплуатации и обслуживания систем типа рук и вал. Причем под этим термином я подразумеваю методологию. То есть не какие-то конкретные приборы определенных компаний, а именно сам подход. В 2012 году мне удалось познакомиться первый раз с системами пиролитической хроматографии японской компании, где я сейчас и тружусь. И тогда у меня возникла идея, почему бы не реализовать тот же самый температурный режим, который используется на системах типа рук и вал, но вот с помощью такого устройства. И поскольку, как правило, такие пиролитические приставки используются в сочетании не просто с газовой хроматографией, а с газовой хроматомаспитометрией, хотя бы в самом таком простом варианте в виде монокладропольных приборов, то, естественно, что тот объем информации, который можно получить с помощью масс-селективного детектора, он, конечно, не сравним по своему значению, нежели при использовании стандартной системы детектирования в таких системах, как рук и вал. И в 2014 году мне удалось попробовать на реальных образцах, как это работает. Я убедился, да, что это возможно, что с такими образцами можно работать, имитируя полностью температурный режим системы рук и вал на пиролитические приставки, и при этом можно также воспользоваться всеми возможностями самой газохроматографической системы, что, опять же, расширяет возможности комплекса в целом. А в 2016 году нам удалось поставить систему исключительно только для этой задачи. Если в 2014 году задачи были у нашего заказчика другие, просто по его разрешению я попробовал несколько образцов горных пород прогнать, посмотреть вообще, в каком виде мы получим картинки и что с ними можно делать. Но в 2016 году мы поставили такую систему именно под задачи органической геохимии, именно под имитацию режима а-ля рок-эвал. Условием этой поставки была разработка методики, то есть разработка и аттестации МИ. Значит, весь, по сути, 17-й год мы этим занимались, и в начале, в марте 2018 года мы получили свидетельство об аттестации нашей методики, то есть целью была получить те же самые параметры, что и на рок-эвале, с приблизительно такими же метрологическими характеристиками. Но, естественно, мы на этом не остановились, пошли дальше, и вот в 2019-2020 году мы стали совершенствовать вообще этот подход, использовать другие режимы, которые позволяют нам задать пиролитическая приставка, использовать все возможности самого хроматографа и, естественно, массоселективного детектора. Это вот такой кратенький бриф относительно истории появления этого решения. Значит, теперь мы перейдем к определенным шагам относительно использования этой системы детально, пошагово, включая про подготовку и взятие образца. Значит, ну, на самом деле, так же, как и на традиционных системах, нам необходимо измельчить образец, взвесить, отвесить его в предварительно отторированный тигель. Мы используем стальные тигли, они многоразовые. Скажите, пожалуйста, хорошо ли слышно? Просто в чате напишите, или, может быть, Елена как-то маякнет. Нормально ли со звуком все? Потому что с картинкой я так понял, что все хорошо. Со звуком все нормально тоже? Отлично, все, тогда я продолжаю. Значит, мы используем стальные тигли, они многоразовые, и на практике мы убедились, что срок службы таких тиглей гораздо дольше, чем на традиционных системах. В среднем один тигель выдерживает приблизительно 200-250 измерений. И по нашему опыту, таких систем по стране поставлено где-то уже больше пяти штук. Значит, ну, пользователи даже достаточно редко заказывают дополнительные тигли, а используют те, которые были в штатном поставке. Значит, естественно, есть определенные ограничения по размеру навески. Если на системах типа рукавал навески это десятки миллиграмм, ну, в районе 50-70, может быть, там, для разных тихих образцов и до 100 миллиграмм, то мы используем, опять же, в зависимости от режима и в зависимости от типа образца, потому что это могут быть нефтенасыщенные породы, а могут быть какие-то обнажения, да, где все давно-давно уже окислилость и количество органики достаточно небольшое, то здесь мы используем навески приблизительно от долей миллиграмма до, скажем так, 10-20 миллиграмм. Но можно отдозировать и больше. То есть, в принципе, штатные тигли позволяют нам поместить в пиролизер, ну, приблизительно до 70-80 миллиграмм. То есть, в принципе, мы можем для образцов если это необходимо, да, для каких-то бедных органик и образцов использовать достаточно крупные навески и соизмеримые с традиционным подходом. Дальше этот тигель помещается в специальный держатель и адаптер, который позволяет нам по сути опускать образец в горячую зону самой пиролитической приставки. Схематично этот комплекс выглядит следующим образом. То есть, у нас есть газовый хроматомоспектрометр, у нас есть пиролитическая приставка, которая монтируется прямо на испаритель хроматографа. Опционально может быть поставлен автоподатчик этих тигелей на 48 образцов. И есть еще различные дополнительные опции, которые позволяют нам расширить функционал системы. О них мы тоже поговорим. И для каких непосредственных измерений те или иные опции пригождаются, я тоже расскажу. Значит, да. Немаловажным моментом, в отличие от традиционной системы, является то, что для работы нашего комплекса необходим только газноситель. То есть, нам, как для традиционных приборов, то есть, пиролизаторов горных пород, нет необходимости приобретать большое количество различных генераторов, системы очистки. Ну, я могу перечислить. То есть, используется либо баллонный азот, либо генератор азота. Используются два компрессора. Один питает пламенный эволюционный детектор, другой необходим для пневматических функций. Используется генератор водорода. Используется система очистки воздуха от СО2, поскольку в традиционных системах для детектирования СО2 используется ИК-ячейка. И, соответственно, газноситель воздуха, который применяется для второй печи, окислительной, должен быть очищен от, собственно, тех компонентов, которые являются у нас, которые дают аналитический сигнал. Так вот, всех тех дополнительных устройств нам не нужно. Нам нужен только гелий, и иногда, в ряде их случаев, еще используется сжатый воздух, то есть можно поставить компрессор, но это только в том случае, если мы используем автосамплер, то есть для быстрого охлаждения печи. Значит, на практике у нас не было еще пока пользователей, которые использовали автосамплер. почему? Потому что, значит, люди используют прибор не только для имитации режима рукавал, то есть анализа суммарных показателей, да, S1, S2, S3, T-Max и так далее. Пользователи используются хроматографической колонкой, да, то есть они пытаются разделить компоненты, входящие, допустим, в ПИК-S1 или в ПИК-S2 на индивидуальные углеводороды, и для этого мы можем посылать пиролизат на хроматографическую колонку в той или иной термической зоне. Для этого у нас есть отдельный протокол, вот, готовый с расчетами, с временами удерживания, с матаппаратом для расчета геохимических параметров. Так вот, если использовать его в режиме с разделением на хроматографической колонке, то, понятно, лимитирующая стадия это хроматография, и, как правило, разделение всех компонентов пиролизата занимает около часа, и понятно, что за рабочую смену мы сможем сделать в районе, грубо говоря, в зависимости от расторопности исследователя, мы можем сделать 5, 6, 7, ну, 8 максимум образцов. Понятно, что автосамплер нам позволяет использовать прибор в круглосуточном режиме, да, если нужна большая скорострельность, то есть, есть вот такая возможность. Значит, внешний комплекс выглядит следующим образом. Ячейка, пералитически, обратите внимание, она очень компактная, значит, здесь справа вы видите опцию криофокусировки, о ней мы тоже поговорим подробнее, значит, на самом столе, естественно, сам хроматомоспектрометр, в данном случае мы используем прибор компании Agilent. Почему именно эту система была выбрана? Потому что это единственная компания, у которой есть такое решение под названием LTE-модуль. В нашем случае, именно для нашего комплекса это незаменимая штука, и детально показывая, демонстрируя вам внутреннее убранство этой системы, вы поймете, зачем это необходимо. Значит, образец мы можем нагревать фактически от комнатных температур до 1000 градусов. Но на практике свыше 850 градусов фактически не используются более высокие температуры, что является немаловажным, то, что внутри пиролизера у нас как бы участки разбиты на две зоны, то есть у нас есть некая прохладная зона, где у нас образец в тигле может дожидаться своего своей очереди. И горячая зона, где, собственно, мы подвергаем образец, допустим, термодесорбции или программируемому пиролизу для имитации режима рукава или в режиме одностадийного пиролиза и так далее. То есть мы можем сразу, не вынимая образец из пиролитической ячейки, подвергнуть его анализу в нескольких режимах. Это очень удобно. То есть нам не нужно брать снова навеску, дожидаться, когда прибор вводит на тот или иной режим. То есть мы загружаем образец и между режимами поднимаем его в прохладную зону. То есть у нас нет взаимоотношения с атмосферой, у нас там ничего не окистится, потому что здесь везде гелий. Также возникает очень часто вопрос, а если у нас пиролитическая ячейка физически занимает порт испарителя, то как нам быть с традиционным анализом ввода жидких образцов? Демонтировать ячейку при этом нет никакой необходимости. То есть адаптер для загрузки тиглей меняется на обычную накидную гайку септой, и вы смело можете заводить жидкие образцы, ну допустим какие-то фракции по стандартному классическому протоколу, с которым мы сравнивали наш подход, используется сначала выделение хлороформом дихлорметаном бетумоида из горной породы, затем разделение на две фракции, лимфатическую и ароматическую, предварительная очистка от смолы и асфальтена. Так вот, в данном случае вы можете, допустим, в тигель поместить тот же самый бетумоид, то есть мы экономим время на очистке и фракционировании, либо вы можете эту фракцию завести напрямую в шприцом, в пиролизер. А внутренний объем пиролитической трубки, кварцевой, он фактически соизмерим с объемом испарителя, то есть стеклянного вкладыша в инжекторе. И поэтому здесь, ну фактически нет никакого размывания, мы получаем точно такую же картинку, как бы мы вкалывали образец напрямую в испаритель. С помощью пиролитической ячейки мы можем задать шесть режимов, но в данном случае мы будем говорить о первом режиме, то есть это режим программирования температуры пиролиза, поскольку в нем мы полностью имитируем работу таких систем покруковал, и режим второй и третий, то есть одностадийный пиролиз и термодесорция, либо мы их можем совместить вместе в четвертом режиме, то есть мы можем сначала подвергнуть образец термодесорбции, то есть нагреву до температур 300-350 градусов, для того, чтобы накопить углеводороды, которые у нас наполняют пик С1, разделить их на хроматографической колонке, не вынимая образец, уже подвергнуть его более жесткому пиролизу, ну допустим ступенчатому нагреву с шагом 20-30 градусов, который используется для построения кинетических моделей, об этом мы тоже немножко поговорим, так вот, значит, первые три или четыре режима используются активно, но также в принципе мы пробовали работать и в режиме реакционного пиролиза, то есть мы можем добавлять какие-то реагенты к нашему образцу, либо поддувать туда окислитель, тот же кислород, но это крайне редко используется в данном анализе, но возможно. Значит, что мы имеем, если мы используем режим программированного пиролиза? В данном случае пиролизер у нас нагревается при температуре, ну скажем, в данном случае от 100 до 600 до 650 градусов со скоростью 20-25 градусов в минуту и испаритель хроматографа и масс-детектор соединен у нас полным капилляром, который всегда нагрет до температуры 300-350 градусов, ну обычно 300. То есть тем самым у нас все продукты тут же попадают на детектор. Мы получаем картинку очень похожую как на рок-вале, только в каждой точке мы увидим суперпозиционный масс-спектр, то есть мы сразу можем судить какие классы соединений там присутствуют. Если мы используем допустим режим термодесорбции, то есть мы нагреваем образец до температуры примерно 300 градусов, накапливаем все продукты, которые у нас при этой температуре слетают с образца в кривой ловушке, после накопления отправляем их в колонку и получаем уже типичную пирограмму, которая нам демонстрирует качественный и количественный состав всех компонентов, в данном случае которые наполняют пик S1 получен вот здесь. Как у нас выглядит картина? Здесь слева у нас температурная программа пиролитической ячейки. На самой пирограмме мы видим две картинки это оранжевый это стандарт FFP который также используется для таких систем как рукавал а зелененький это образец баженовской свиты верхней юры западной Сибири. Вот такой образец у нас был для испытаний. Поскольку мы должны были при аттестации методики продемонстрировать достаточно широкий диапазон концентраций по S1 по S2 то мы использовали очень большой пул образцов совершенно разной природы. Значит на что я хотел обратить внимание. Значит первое я хотел обратить внимание что вот этого пика на традиционной системе мы не увидим. Но мы увидим его на масс-детекторе. Значит что это такое? Поскольку у нас сигнал снимается в режиме полного военного тока в каждой точке мы можем посмотреть спектр. И в данном случае этот пик обусловлен наличием соединений при разложении сервисных соединений. Ну в основном конечно речь идет о перитах потому что мы также видим при какой температуре это происходило. Также очень важно что мы можем отфильтровать эту пирограмму по любой интересующей нас массе характерной для тех или иных соединений. Ну допустим если мы фильтруем по 44 массе то мы видим выделение СО2. Зачем нам это нужно? Значит дело в том что к примеру на карбонатных породах и многие участники сегодняшнего мероприятия со мной согласятся потому что скорее всего если работали то сталкивались с такой ситуацией. на многих карбонатных породах допустим традиционные системы мониторя сигнал по СО2 если он выходит до температуры условно я сейчас говорю очень условно до температуры где-то 450 градусов ну то есть близкой к Т-максу в данном случае то этот СО2 система распознает как органический СО2 то есть не карбонатный и в данном случае для того чтобы убрать эту ошибку мы должны избавиться предварительно от карбонатов подкислений вот карбонаты у нас бывают разные то есть допустим карбонат магния там разлагается как раз вот температура до 500 градусов да ну к примеру карбонат кальция свыше 1000 и так далее и так далее так вот здесь мониторя эту картинку по 44-му иону мы точно можем сказать продуктом значит разложения каких соединений является этот СО2 почему потому что в каждой точке мы можем посмотреть еще и спектр валовый то есть есть ли там другие осколки характерные для других соединений и таким образом мы можем нивелировать ошибку связанную с завышенным СО2 что мы часто имеем на таких системах как ну типа рукава я думаю что ну вот этот нюанс вызовет ряд вопросов мы подискутируем если у нас будет время значит здесь на слайде приведены метрологические характеристики нашей методики которую мы тестовали значит ну понятно по С1 у нас достаточно высокие погрешности что и следовало ожидать вот поскольку этот параметр достаточно нестабильный особенно в зоне низких концентраций ну вот к примеру сейчас мы работаем с образцами с очень низким содержанием С1 но мы пытаемся выводить индивидуальный состав углеводородов то есть все-таки посмотреть с помощью масс-спектрометра что же там есть и нам попадаются образцы ну которые чуть-чуть выше нижнего предела нашей методики то есть в районе там 0,07 0,08 миллиграмм углеводородов на грамм значит мы естественно проводили межлабораторные испытания нашего подхода нашей методики с традиционной системой значит хотел в первую очередь обратить внимание на сходимость результатов по С2 что гораздо важнее чем С1 на мой взгляд значит данные получаемые на нашей системе и на системе ROG и VAL полностью попадали в доверительный интервал нашей методики это очень важно то есть тем самым мы доказали что прибор позволяет получать на однотипных образцах данные такого же порядка и метрологически они достоверны значит еще я хотел обратить внимание на такой показатель как TOC то есть сейчас мы говорили о минеральном CO2 значит здесь как правило мы сравнивали данные с классическим TOC анализатором и вот почему то есть на мой взгляд опять же как человек который имел какой-то опыт работы с системами типа ROG и VAL органический органический CO2 он на мой взгляд на вернее показатель TOC не органический пардон показатель TOC общий органический углот на системах типа ROG и VAL несколько занижен по какой причине причины две во первых в классических TOC анализаторах дополнительно к кислороду используется как правило еще и катализатор обычно платиновые катализаторы и температура измерения выше 900 градусов то есть обычно это где-то в районе 930 920 градусов на системе типа ROG и VAL катализаторы дополнительно не используются то есть в качестве окисления только воздух на и естественно температура ниже где-то порядка 850 градусов поэтому мы частенько наблюдали на на однотипных образцах заниженный результат по TOC идем дальше значит ну было ряд публикаций на эту тему после того как мы отчетовали методики методику где мы как раз публиковали сравнительные результаты межлабораторных испытаний и вообще возможности этой системы только в режиме программированного пиролиза сейчас мы говорим только об этом режиме мы еще пока не перешли к режиму с использованием функции хроматографического разделения поэтому мы вернемся к общей схеме и для нас очень важен LTM модуль то есть что это такое значит это по сути второй дополнительный внешний термостат где у нас находится хроматографическая колонка и тем самым мы в рамках одного хроматографического ящика одного блока получаем две независимые термостатированные зоны вернемся на вот эту схему сейчас секундочку да и мы видим что для того чтобы нам переходить из одного режима в другой тут же возникает логичный вопрос и что же нам придется руками менять капиллярно-хроматографическую колонку каждый раз когда нам необходимо перейти в другой режим ну естественно это некомфортно неудобно тем более что мы используем в качестве детектора массоселективный детектор то есть при этом нам надо его вентилировать выключить как же нам быть то есть либо нам тогда накапливать образцы промерять их в одном режиме потом выключаться ставить колонку запускать систему снова и мерить те же самые образцы но в режиме с кроматографическим разделением все равно это неудобно значит что нам позволяет сделать LTM модуль он нам позволяет хранить EGA капилляр для программированного пиролиза в в основном термостате и всегда держать его горячим а тогда когда нам необходимо использовать хроматографическую колонку для собственно разделения всех продуктов пиролиза но при этом мы должны внутреннее пространство организовать таким образом чтобы у нас было автоматическое перенаправление пиролиза пиролиза в нужное нам время либо в колонку либо в капилляр и надо еще учесть что у нас один детектор то есть конца у нас получается два выход с колонки и выход с капилляра а детектор один значит мы организовали следующую схему на которой схематично мы вот я попытался изобразить как это устроено то есть у нас внутри находятся полые капилляры которые по диаметру и по своему по своей длине по сути имитируют и га капилля и хроматографическая колонка значит все это у нас в качестве переключения направления потока спиролиза спиролиза отвечает за эту функцию у нас переключатель дина а для объединения выхода колонки и выхода капилляра с небольшим поддувом газоносителя у нас за это отвечает делитель потока так называемый микроделитель потока и при этом если нам необходимо использовать режим с программированным пиролизом для получения валовых характеристик S1, S2, S3, Tmax значит мы используем вот такую пардон значит вот такую схему то есть режимы GMS выбирая просто программное обеспечение нужный метод то есть у нас задействует вот такая вот схема направления нашего пиролизатора то есть напрямую в детектор минуя колонку ежели нам необходимо хроматографически разделить наш пиролизатор мы задаем метод который использует другое направление потока и соответственно все продукты у нас опять же накапливаются в криволовушке а потом идут в колонку значит этот подход был нами запатентован вот потому что никто ранее такую систему не использовал и поэтому как вы понимаете мы можем смело быстро в рамках там нескольких минут переключаться с одного режима на другой мерить образец сначала в режиме EGA-AMS имитируя работу рукавала потом переключаться в режим PIR-A GCMS и допустим измерять детальный углеводородный состав продуктов термодесорбции то есть тех компонентов которые у нас наполняет PIC-S1 и вот сейчас к этому режиму мы переходим значит я прошу прощения что не указал что за образец здесь используется в данном случае это доманик это образец взятый с логоуральской нефтегазовой провинции глубина примерно 1700-1900 метров то есть это нефтенасыщенный образец мы использовали режим с разделением и накоплением продуктов пиролиза в криволовушке температура 300 градусов у пиролизера то есть обратите внимание никакого программирования здесь сейчас нет то есть постоянная температура масла на виске была приблизительно 11,5 мг значит это картинка по 57 массе то есть характерной для алканов и изоприноидов здесь мы шикарно видим все наши компоненты посмотрите какие узкие пики поскольку мы используем кривого лавливания то есть у нас пики как иголочки и даже не видится 40 то есть у нас великолепное хроматографическое разделение за счет кривого лавливания то есть по сути у нас начальная температура колонки хроматографической при старте хроматографической программы начинается от отрицательных температур поэтому такое шикарное деление значит это та же самая хроматограмма но по 191 массе то есть характерная для циклических терпенов гапанов здесь тоже достаточно великолепно все видно то есть данные эти полностью бьются с традиционным методом с традиционным подходом я вам покажу эти значения картинка по 217 и 218 массе тот же самый образец то есть здесь мы увидим стираны и изостираны и для подтверждения ну здесь достаточно густонаселенная хроматограмма для подтверждения диастиранов используется еще 259 масса естественно все эти площади потом у нас идут в расчет геохимических параметров значит пожалуйста в том же самом образце в том же самом эксперименте за один присест мы получаем также информацию по триароматическим и моноароматическим стероидам то есть это не разные образцы или один и тот же образец промерен несколько раз это все в рамках одного измерения то есть все хроматограммы по полному ионному току и по определенным ионам выделенным да то есть а мы используем несколько порядка 10 ионов то есть там и финантрены и дебензотиофены и монозамещенные финантрены и метил дебензотиофены и так далее и так далее просто я не стал все приводить все хроматограммы чтобы не загружать презентацию значит вот теперь очень информативный слайд то есть это тот же образец который сначала мы если вы обратите внимание на первый столбец сделали классическим способом то есть каким образом мы выделили с помощью растворителя в данном случае используется дихлорометан выделили бетумоид потом удалили асфальтены и смолы и разделили его с помощью твердой фазной экстракции на две фракции лифатическую и ароматическую промерили на газовом хроматографе алифатическую фракцию а ароматическую на тандемом хроматом аспектрометере и эти данные использовали для расчета основных геохимических индикаторов порядка там по-моему 40 штук а далее мы тот же самый образец но уже без какой-либо правоподготовки что очень важно да то есть посмотрите сколько мы экономим времени то есть мы не тратим растворитель не проводим экстракцию по методу сакс-лета в течение суток не используем растворитель из-за твердой фазной экстракции то есть мы взяли навеску поместили в тиль и нагрели ее до 300 градусов получили те же самые хроматограммы фактически везде везде у нас значение одного порядка значит желтым выделены те параметры где у нас есть достаточно серьезные отличия и ну в некоторых случаях мы выяснили что это связано просто-напросто с интегрированием хроматограмм где-то значит были естественно определенные потери почему потому что такая длительная экстракция потом упаривание потом фракционирование оно не может сказаться позитивно на результатах естественно это все артефакты и потери ну к примеру углеводородов при классическом подходе ниже С11 С12 мы вообще не увидим потому что все это при экстракции улетит здесь же мы увидим начиная от этана потому что как я вам сказал мы используем криво улавливание и у нас улавливание всех углеводородов криволовушки происходит приблизительно при минус 180 градусов то есть при температуре жидкого азота но мы про замораживание еще подробно поговорим потому что этот режим очень активно используется для кинетических исследований значит также вот это очень важный слайд мы брали разные образцы совершенно разными показателями здесь я привел пример степени корреляции она у нас варьируется где-то от 0.93 до 0.98 процентов то есть используя пиролитическую хроматографию и обычную хроматографию для расчета геохимических параметров таких как отношение пристана к фитану метилок фенатреновый индекс отношения гамма-церана к гапану дебензотиофена и так далее то есть посмотрите какая степень корреляции между двумя подходами то есть это говорит о том что на данном типе образца я подчеркиваю на данном типе образца потому что мы сейчас адаптируем методику под достаточно бедные образцы но это различные обнажения или какой-то исторический керн который пролежал там 40-50 лет на складах да и нужно подтвердить информацию теми методами которые тогда не существовали просто еще или не использовались масштабно так вот на данном типе образца на данном типе образцах мы получаем вот такую замечательную картину возвращаемся опять к нашей схеме значит теперь мы поговорим про криоловушку зачем она нужна значит как она устроена значит для того чтобы экономить на жидком азоте мы используем газообразный азот вот то есть что происходит вот в этот небольшой термос наливается жидкий азот не обязательно особо чистый то есть это может быть технический жидкий азот а термос в районе двух литров значит туда заливается жидкий азот а из баллона и расход вы видите ну где-то там зависимостью от температуры которой нужно нам достичь ну где-то потребление там 15 миллилитров в минуту то есть это достаточно очень хорошие показатели и азот у нас расходуется крайне мало этот азот используется для захолаживания то есть у нас по сути жидкий азот охлаждает газообразный и здесь он сжижается в маленьком таком стеклянном дефлекторе через который продета хроматографическая колонка ее начальный участок и собственно там у нас собирается весь пиролизат то есть мы можем проводить кривую фокусировку в течение минуты 5 минут 10-20 хоть весь день главное чтобы нам хватило азота но при таком потреблении естественно его хватит то есть это о чем говорит что мы можем достаточно долго накапливать продукты термодесорбции и тем самым повышать чувствительность метода значит вот как это выглядит живьем то есть здесь у нас находится в термосе жидкий азот из баллона подается газообразный и вот таким вот образом захолаживается у нас вот этот дефлектор через который продета колонка а колонка уже начальный участок входит в испаритель значит первое мы можем это использовать для режима термодесорбции хотя это не очень нужно почему потому что допустим для компонентов высоко кипящих да ну здесь уже температуры ближе к 300 градусам то есть кривоулавливание проводить бессмысленно то есть мы все эти компоненты задержим в колонке при комнатных температурах даже чуть выше традиционно используется стартовая температура в районе там 65-70 градусов вот для колонок ну скажем так длиной 30-50 метров значит но если нас интересуют кинетические модели то кривоулавливание необходимо то есть без кривоулавливания мы не сможем построить кинетические модели термодеструкции керогена то есть здесь мы уже приступаем к детальному анализу пика С2 где у нас происходит непосредственный развал нашего гиополимера на осколке значит кинетика как правило проводится по 4 компонентам то есть это углеводороды С1 метан С2 С4 С4 С15 и так называемый С15 плюс то есть как происходит это физически мы опускаем образец спиролизер допустим нагретый до температуры приблизительно на 50 градусов выше выхода пика С1 то есть старт обычно начинается где-то с 350 400 градусов и затем мы снимаем первую хроматограмму затем повышаем температуру пиролизной печи на 20 градусов снимаем следующий хроматограмм и так далее до до 650 градусов приблизительно так то есть у нас получается где-то порядка 20 хроматограмм и нас интересует естественно только легкая часть то есть С1 С15 плюс потому что других компонентов вы практически там не увидите и для того чтобы на нашей колонке разделить все эти легкие углеводороды естественно нам нужна кривая ловушка потому что в стандартных условиях при температуре в начальных температурах колонки 65-70 градусов вы не разделите легкую часть ну или по крайней мере даже такие компоненты как октан декан и так далее вы увидите достаточно размытые то есть пики будут некрасивые страшные и никакой модели особенно по первым трем компонентам вы не построите зачем вообще нужен этот анализ то есть по таким кинетическим хроматограммам и далее по построению вот этих вот моделей то есть по оси Х мы используем энергию которую мы приложили к образцу а здесь у нас соответственно состав мы можем прогнозировать по этим данным что у нас будет с образцом более зрелым то есть по сути мы его вызреваем в пиралитической ячейке то есть те же самые системы рукава позволяют это делать косвенно с помощью программного обеспечения а мы это можем делать прямым измерением и сейчас очень большое количество публикаций на эту тему особенно импортных где таким вот образом мы можем спрогнозировать как поведет себя образец в более зрелых горизонтах не доставая его значит весь по сути материал который я сегодня изложил он у нас находится на специализированном сайте то есть у нас есть основной сайт frontierlab.ru и есть специализированный сайт который ну это даже не сайт это больше такая презентационная страница с различными материалами включая разные публикации не только отечественные но и зарубежные где изложена суть этого подхода описаны режимы про которые я рассказывал указаны все преимущества данной системы а их ну достаточно много ну во первых самое главное преимущество что такая система по сравнению с традиционным пирализером горных пород стоит порядка там два два с половиной раза дешевле учитывая ее возможность на традиционной системе вы не сможете померить детальный углеводородный состав пика с1 и пика с2 во вторых вам не нужна куча вспомогательного оборудования в виде генераторов газов компрессоров и так далее только для определенных режимов вот которые я говорил значит у нас есть аттестованная методика на традиционных системах нет аттестованных методик дело в том что даже саму систему сами системы были внесены в госреестр только в 19-м году ну считайте два с половиной три года назад здесь же поскольку мы используем в качестве основного прибора хроматомаспектрометра то есть понятно что это средство измерения и нам было достаточно просто аттестовать методику с ну как бы с юридической стороны этого вопроса поэтому вот вкратце все это изложено на нашем сайте милости вас прошу заходите задавайте вопросы там есть форма обратной связи ну и вообще в принципе эти вопросы можете задать сегодня и последняя тема кратенько я ее постараюсь осветить это использование системы пиролитической хроматографии для совершенно других объектов значит изначально эта система получила массовое такое распространение в анализе полимеров и я приведу один пример который естественно тоже связан с нефтедобычей это расшифровка состава капсулированного деструктора то есть что это такое деструктор это такие полимерные шарики внутри которых находится окислитель их задача это разрушение гелий которые образуются в трещинах при гидроразрыве пласта и главная их функция то что они должны быть пассивными до момента их доставки туда в пласт то есть эти шарики не должны лопаться раньше времени поэтому используются специализированные полимеры у которых скажем так регулируемая температура размягчения то есть с помощью состава самого полимера подбирают такое соотношение мономеров саполимеры чтобы он начинал размягчаться при определенной температуре ну то есть при температуре пласта значит обычно традиционно в качестве такой полимерной пленки да а внутри этого шарика находится сильное окислитель очень часто персульфаты используются но не только значит традиционно деструкторы состоят имеют следующий состав это саполимеры латекса вернее сшитые полимеры латекса и различных фторопластов с персульфатом внутри и вот один из заказчиков попросил нас в качестве такой программы по обратному инжинирингу то есть они занимаются импортозамещением и пытаются производить собственный отечественный деструктор они предоставили импортный материал для того чтобы мы расшифровали структуру вот на этом слайде показаны как бы этапы наших исследований то есть мы проводили ГАИМС анализ в режиме программируемого фиролиза мы получили вот такую страшную кривую стали ее раскладывать на разным значением Z то есть мониторить этот сигнал по разным ионам и так далее и так далее единственное что мы поняли что это не фторопласт и не латекс поэтому мы перешли к другим режимам то есть детальным разделением продуктов пиролиза а в основном модификация таких материалов идет по таким продуктам как димеры и тримеры наших полимеров значит во-вторых очень важно что в режиме термодесорции мы увидели достаточно такой богатый типичный для углеводородных матриц состав поскольку сшивку полимеров проводят в неводной среде как правило используют керосин ну мы собственно здесь его и видим а при уже жестком пиролизе этого материала значит во-первых мы увидели продукты димера и тримера разложения саполимера вот здесь вот видно внизу здесь синяя строчка саполимера винилхлорина и виделиденхлорида значит соотношением мономеров саполимере как раз таки можно регулировать температуру размягчения значит есть специализированная у нас база данных которая позволяет собственно по темперохроматограммам проводить расшифровку первоначального состава то есть выяснять вплоть до торговой марки этого полимера и вот видите что степень совпадения спектра нашего и табличного 97% а это продукты ну мы видим большой пик УСО2 понятно что мы не могли подтвердить наличие персульфата другим каким-то способом почему потому что все-таки у нас прибор для анализа органических соединений а персульфат ну чаще используется персульфат аммония это все-таки неорганическое соединение и также мы увидели вот продукты разложения таких вот силоксана то есть по сути это саполимер винилхорида и винилиденхлорида сшиты с силиконом значит докачку очень понравилась эта работа они взяли ее за основу и потом еще другими методами тоже подтвердили вот наши результаты значит такие вот возможности у пиролитической хроматографии на сегодняшний день как для анализа горных нефтеносных пород в различных режимах так и для анализа вот различных объектов нефтепромысловой у меня все я надеюсь что я не выбил спасибо роман спасибо большое за интересный доклад давайте теперь послушаем вопросы по этой теме если у кого-то будут вопросы пожалуйста пишите в чат если вопросов нет ну на сегодняшний вот на сейчас да то всем будет разослана презентация там есть мои данные координаты и ну не только презентация но и запись да я так понимаю это презентация можно будет поодкаться подбор да да все получат ссылку на запись можно быть еще раз пересмотреть давайте кислить значит ли что можно имитировать фазовое окисление да можно и мы это пробовали но смотрите какая ситуация значит если мы подаем пиролитическую ячейку кислород то он же у нас и попадет в массоселективный детектор то не есть хорошо для филаментов но они достаточно быстро выйдут из строя как этого избежать значит я не рассказывал еще про один модуль но который был изображен у нас на на общей схеме не на фотографии всего комплекса она общей схеме значит это называется модуль селективного выделения пиролизатка значит поскольку мы при этом используем кривую ловушку то мы температурно можем этот кислород лишний который у нас собственно все равно просочился в начальный участок отдуть обратным потоком то есть чуть нагреть ловушку и отдуть то есть кислород у нас уже испарится и улетит через сброс но сброс не хроматографической системы а вот этого модуля селективного выделения пиролизатора а наши компоненты также останутся в жидком виде в крио-ловушке да это можно мы это пробовали но на мой взгляд ну как бы это нагромождает систему и ну мне кажется что это не очень удобно для вот этого типа измерений но возможно то есть мы это проводили значит по поводу разложения карбонатов кольцидоломен фазброза не особо ломаются они уже в окислении да согласен но я по поводу значит карбонатов больше акцентировал на моменте завышения результатов по органическому углероду если вы обратили внимание почему потому что ряд карбонатов у которых низкая температура ошибочно традиционными системами приписываются к органическому вот то есть допустим на пиригенных породах мы мы с этим не столкнемся а вот на карбонатных да такое зачастую бывает но это нужно проводить дополнительные исследования то есть это мы просто вот столкнулись с таким фактом когда сравнивали результаты то есть детально я этим не занимался но это можно попробовать сделать ну вот об этом я и говорил да да если я ответил хотя бы частично на ваш вопрос поставьте плюсик отлично спасибо ну давайте тогда там максимум 5 минут ждем еще какие-то вопросы вот да значит интересно сравнивали вы результаты с Хавк нет не сравнивали потому что идеологически что Хавк что руковал это системы абсолютно одинаковые с точки зрения температурных программ ну вообще общего похода вот можно сравнить ну мне кажется что это достаточно будет бесполезная трата времени потому что еще раз говорю это системы идеологически одинаковые то есть что такое Хавк и что такое Рок и Вал там 6 или 7 да последняя модель просто я параллельно работаю еще в одной лаборатории где у меня есть и тот и другой прибор то есть и пиролитический хроматомоспектрометр и рук и Вал аж две штуки и 6 и 7 вот не совсем одинаковые давайте дискутировать давайте свяжемся и подискутируем чем они отличаются с точки зрения нагрева образца с точки зрения регистрации данных с точки зрения организации внутри газовых потоков давайте подискутируем то есть я и ту и другую систему руками щупал и каких-то принципиальных идеологических отличий в газовых схемах в работе с образцами там практически нет вот я готов на эту тему дискутировать очень долго адаптер для работы с жидкими образцами может сопрягаться с автосамплером нет нет конечно нет конечно то есть автосамплер как вы обратили внимание он у нас как бы одевается сверху на пиролизер он позволяет туда опускать тигли и их же вынимать после анализа вот но автосамплер сам по себе вещь достаточно такая ну простая с точки зрения инсталляции то есть он как бы стоит сверху на пиролизере а вот что вы имеете ввиду да теперь я понял значит у нас я могу вам даже прислать картинку фотографию живую вот буквально в декабре я запускал прибор под эту задачу где на одном хроматографе стоял и пиролизер и жидкостной автосамплер то есть у нас есть специальный набор который позволяет нам иметь на одном хроматографе оба устройства и автосамплер штатный ну в данном случае отжилентовский на 16 для вода жидких образцов и пиролизер то есть без какого-то демонтажа но но вы должны как бы понимать что для этого нужно два испарителя то есть на одном испарителе будет пиролизер на втором автосамплер но они друг дружке мешать не будут спасибо большое спасибо большое да это вот все вопросы большое спасибо за вопросы да вот Виктор Мальцев да если интересно мы можем с вами подискутировать по поводу сравнения ну по поводу вообще в принципе систем как это все устроено если у вас есть хавк мы можем сравнить почему нет давайте у меня есть прибор в доступе фактически еженедельном и ну через этот прибор проходит сейчас достаточно большое количество образцов поскольку как я сказал я еще тружусь параллельно в одном институте где мы меряем разные образцы на этой системе и на традиционной системе и сравниваем между ними и откатываем различные режимы потому что есть заказчики у которых какие-то вот свои есть там особые пожелания вот поэтому да можно все это сделать так еще вопрос а есть какие-то проблемы с загрязнением источника или хроматографическое разделение не используется значит рассказываю как это все организовано значит во-первых образец помещается в тигель с дном то есть он не полый не сквозной и все что при данной температуре у нас с образца не полетело у нас остается в тигле значит это первый момент второй момент естественно увеличивая навеску мы увеличиваем нагрузку на пиролизную трубку на лайнер в испарителе значит но значит как правило начиная от лайнера и естественно до источника у нас все чистое то есть первый компонент на пути пиролизата который берет на себя основную грязь это пиролитическая трубка кварцевая но она достаточно легко чистится то есть это можно сделать ну скажем так я не буду уж сильно преувеличивать ну где-то за час можно сделать то есть ячейка легко демонтируется там достаточно удобный доступ пиролитической трубки ну понятно что ее нужно охладить вот и все загрязнения могу даже прислать видеоролик как это делается все загрязнения отжигаются обычной зажигалкой моментально поверхности внутренней поверхности трубки единственное что я просто использую необычную зажигалку да зажигалку такой вот ну для подкуривания сигар почему потому что там не обязательно сам этот спусковой механизм постоянно держать то есть мы можем отрегулировать уровень сопла надеть там на ну к примеру на отвертку пиролитическую трубку и водить вдоль пламени ну там несколько минут и все это отжигается то есть она очень удобно чистится от загрязнения лайнер ну лайнер как и при вводе жидких образцов то есть обычно на таких системах лайнер я меняю приблизительно каждые 200 250 измерений вот у нас 12 часов мы наверное уже нужно приступить к следующей а вот еще вопрос что можете сказать об удерживании у в минеральной матрице при малых навесках особенно в случаях терогенного у в где даже для стандартного пиролиза желательно сделать обогащение значит вопрос сложный я с этим сталкивался значит первый момент мы повышаем температуру термодесорбса то есть я ставлю не 300 а 350 градусов и даже не 300 можно 50 то есть что я делаю вот почему здесь режим ИГАМС еще очень полезен значит мы видим реально при какой температуре у нас заканчивается выход пика С1 и эту температуру я потом использую в качестве температуры термодесорбции для детального анализа углеводородов с разделением на хроматографической колонке то есть на мой взгляд это логично почему потому что если мы будем использовать просто 300 градусов да то тогда мы возможно не все компоненты пика С1 переместим в хроматографическую колонку поэтому важно промерить образец быстро в режиме имитации работы руковалов значит первое это температура вторая значит интересная тема сейчас я экспериментирую с таким подходом значит у меня появился в лаборатории экстрактор по методу ускоренной экстракции под давление я могу резко сократить выделение бетумоида ну в целом у меня уходит где-то на один образец в районе получаса в отличие от традиционного подхода где нужно больше суток ну вот вчера буквально этим занимался я за день проэкстрагировал 10 образцов значит зачем я это делаю я пытаюсь на таких образцах которые вы описали попробовать режим реакционного пиролиза но с использованием растворителя то есть я добавляю в тигр с образцом небольшое количество ну к примеру изооктана или тот же самый дефлормутан который используется для экстракции и предварительно нагревая его там выдерживаю ну при той же самой температуре начиная где-то то есть я делаю небольшое программирование от 75 до 300 градусов и все что там происходит собираю на кривой ловушке значит что я заметил касательно улавливания минеральной матрицы я заметил что естественно прирост температуры и вот такой вот эффект добавления растворителя он увеличивает выход тяжелых компонентов то есть они выходят легче и если даже смотреть такой традиционный показатель как отношение пристана к фитану он при таком подходе будет всегда выше но выше на сколько ну процентов 10-15 20 не больше если опять же вам как бы понравился мой ответ ну хотя бы самой идеи то поставьте плюсик но опять же опять же да это все эксперименты пока еще которые носят такие разовые характеры то есть у нас очень много идей что можно сделать с этой системой помимо вот традиционной имитации режима рук и вал и с разделением там пика с1 и с2 на хроматографической колонке то есть эти вещи как бы для нас понятны закончены есть определенные нюансы ну вот к примеру сейчас мы работаем с образцами юрюзан цилвинской депрессии очень непростые образцы и и там значит ну я вот уже заканчиваю у меня следующий лектор да значит там при анализе этих образцов на рок и вале традиционно количество с1 порядка 0,7 0,7 0,08 то есть 7,08 миллиграмму в на на грамм значит что это образцы по сути это обнажение то есть шли люди вдоль речки и с небольшой глубины откапывали этот материал но в режиме пиролитической газовой хроматографии мы очень четко хотя чувствительности иногда не хватает видим все те компоненты которые нам нужны вот опять же с использованием вот добавки растворителя либо более высокой температуры самой стадии термонизации Роман спасибо большое да я думаю что нам пора заканчивать и переходить ко второй части еще раз вам благодарим вас благодарим если у наших участников появятся какие-то вопросы можете их направлять либо мне на почту а вам придет письмо с обратным адресом белинская собака лаптех точка ком либо напрямую Роману в презентации насколько я знаю есть координат с Романом а сейчас мы переходим ко второй части еще раз благодаря Роману спасибо нам вообще поставьте какую-то оценку сейчас в чате пока от 1 до 5 анализ вам вообще этот подход и насколько так сказать была интересной может быть новой спасибо большое будьте здоровы спасибо Роман